Эта дама гадость тоже. Портит легкие и кожу. Отравляет людям жизнь. Сигареты сторонись. Вместо никотина съешька витамины. В борьбе за здоровый образ жизни все средства хороши. В ход идут и стихи, и песни. Губительные соблазны и не для современных школьников. Об этом они готовы рассказать и внимательному жюри, и своим ровесникам. Что приятно, это то, что дети с удовольствием участвуют в этом конкурсе, с удовольствием в своих школах, выступают в агитбригадах и пропагандируют здоровый образ жизни. Разговор на равных зачастую намного эффективнее нравоучительных речей педагога, говорят эксперты. Это то, что поможет не упасть в пропасть наркозависимости или злоупотребление алкоголем. Но запреты и советы работают не всегда. По статистике, каждый десятый подросток пробовал сигареты и алкоголь. Надо сказать, что этот возраст все продолжает снижаться. То есть и в 8, и в 9 лет дети иногда пробуют все запрещенные напитки или какие-то другие вещи. Но, тем не менее, конечно, хочется говорить о том, что и хватает уже у многих разума, воли, понимать и выбирать здоровый образ жизни. Я выбираю жизнь. В этом году со сцены говорят 16 команд. Антикур, люди 21 века, витаминки, как корабль назовешь. Многообразием в этом году отличается и тематика выступлений. Одним школьникам было важнее рассказать о вреде алкоголя, другие предпочли борьбу с ожирением. Я откушался варенье, а еще было печенье. Толь и множество конфет. Очень вкусный был обед. А теперь мотор заглох. У меня младшая группа, ни пятый, ни штой класс, все-таки маленькие дети. И мне хотелось бы, чтобы они все-таки еще даже не застряли внимание на этом табаке и спирте, чтобы поменьше знали эту тему. Поэтому желательно, чтобы они все знали о здоровой пище, о витаминах. Поэтому мы стараемся пока держаться вот этих вот рамок. На самом деле я худенькая. Я ем только здоровую пищу, никаких шухариков, никаких чипсов. Главный заявленный лозунг школьников-пропагандистов – я люблю тебя жизнь без бутылки, без рюмки, без стопки. Спорт или хотя бы зарядка – обязательное дополнение. Здоровье – самое дорогое, уверены участники конкурса. Но с этим вряд ли кто-то поспорит. Осталось это знание применить на практике.